всем привет вы на канале королевство сладости и сегодня мы рисуем картинку снеговик с гномом так у меня круглый пряник диаметром 16 сантиметров я вот так вот его загрунтовала верх синий низ такой бело-голубой потом будем смотреть как его затонировать фон начнем со снеговика картинку я перевела также с помощью копирки но видите на темном фоне ее видно вот такими как бы белыми полосками тем тем не менее контуры разглядеть можно поэтому будем работать так залили голову снеговикам так дальше вот эта часть снеговика до шарфика знаю а и и и и и и и и Так, дальше у меня такой розовенький. Такой светло-светло-розовый. Заливаем лицо гнома. Работаем мы консистенцией пайпинг для всех деталей этого пряника. Дальше шапочку гному я решила сделать фиолетовую, потому что, по моему мнению, вот такой синий или голубой цвет, он очень хорошо с фиолетовым сочетается. Поэтому я решила сделать такую шапочку. И заливаем шапочку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дальше у нас здесь выглядывает часть костюма гнома. За бородой прячется. Тоже делаем фиолетовым. Так, сапожки мы сделаем красным. Сначала один, дадим ему чуть-чуть схватиться и потом второй сделаем. Дальше шляпа у снеговика. Отрисуем ее серым, потом прокрасим в тот цвет, который нам нужен будет. Дальше шляпочку. Пока шапочка не высохла, я проставлю вот такие точечки, чтобы они были не слишком выпуклые и чуть-чуть были утоплены как бы вайсинг. Дальше белый у нас схватился, мы можем прорисовать уже шарфик. Шарф сейчас на данном этапе у нас желтый, потом мы его окрасим полосками, как на картинке. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше мы можем сделать вот эту часть снеговика, которая не соприкасается ни с чем уже. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше мы можем сделать вот эту часть снеговика. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше мы можем сделать вот эту часть снеговика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где носик можно сделать пообъемнее, здесь чуть поменьше, чтобы вот такой он был похожий на субтитры. Дальше поля шляпы тоже пока делаем сереньким. Субтитры сделал DimaTorzok Так здесь у гнома борода белая. Дождитесь, чтобы красный схватился, чтобы не было миграции цвета. И вот так я беру и делаю вот такие завитушки. Прямо вот так вытягиваю, чтобы они даже слегка торчали. Консистенция пайпинг позволяет нам это сделать. Дальше последняя часть шарфиком. Субтитры сделал DimaTorzok Закончим шапочку гному. Закончим шапочку гному. Так здесь у гнома рука. Фиолетовым прорисовываем варежку. И на варежке вот такая белая меховая опушка. Оставляем пряник до полного высыхания. Отрисовка пряника довольно простая. Я взяла серый, черный смешала с белым. Вот так провела по краям и растушевала влажной кисточкой. Оставлю пока подсохнуть самого снеговика. И давайте немножко пройдемся по шапочке гнома. Так, у меня здесь такой фиолетовый. Потемнее. Вот я даже взяла его маленечко. Потемнее. Вот здесь такая складочка у нас. Провели линию, растушевали. И чуть-чуть прошлись по краю шапочки. Чтобы придать ей такой объемчик. Пряник довольно простой, поэтому не особо тут что-то мы с вами будем отрисовывать. Ну, немножко придадим объемы. Так, смотрите, здесь у меня образовался провал в ботиночке. Провалы у нас образуются, если консистенция немножко жидковата. Вот таким образом. То есть я заполнила это отверстие айсингом и кисточкой разровняла. Когда мы отрисуем, ничего видно не будет. Ничего видно не будет. Вот просто разровняли, заполнили, разровняли. Не нужно бежать перерисовывать полностью весь пряник из-за того, что там случился где-то провал в какой-то одной детальке. Просто заделали, после отрисовки заметно этого не будет. Так, шапочку, шляпу снеговика я закрашу черным полностью. Вы можете изначально ее сделать черным айсингом, но так как мне было лень разводить вот эту маленькую капельку черного цвета. Поэтому я сделала серым и вот так прокрасила. Так, сейчас шапочка подсохнет и мы закончим. Давайте здесь проведем контуры. Здесь у нас так условно прорисованы усы у гнома. Под носиком. И просто вот так прорисуем бородку. Просто линиями. Так, проведу контур здесь. Так, таким темно-красным я затонировала слегка ножки, сапожки по краю. И вот здесь в серединке, там где я заделывала провал. Вот такими линиями нарисовала складочки черным цветом на ботиночках. Так, здесь у нас контур тоже можно провести. Так, слегка по нижней части носик я вот так тонирую розовеньким. А сверху наоборот. Так, вот здесь по шапочке блик и вот здесь по носику светленький такой блик. Вот здесь на ножках, на барышках. Так, серединку шляпы я высветляю белым. Так, намечаю глазки. Можете перед этим наметить карандашом простым, потом обвести. Так, сделаю реснички и прорисую бровь. Точно так же второй глазик. У снеговика голова как бы чуть-чуть наклонена, поэтому второй глазик чуть-чуть повыше. Буквально там на какой-то миллиметр. И так же прорисовала бровь. Так, улыбка. Так, здесь у меня красный айсинг, я сделаю морковку. Сейчас сделаем ее красным, потом слегка беленьким высветлим. Она такая слегка изогнутая. Посмотрите на картинку, то есть она не ровная морковка, а такая немного с изгибом. Так, и вот здесь на шляпе я прорисую вот эту ленту вот такими полосками просто красными. Вот так. Вот то, что нужно. Так, дальше давайте займемся шарфиком. Красный я смешиваю с белым. Обязательно смешивайте с белым. Это я повторяю довольно таки часто. Потому что иначе, если вы просто будете красным рисовать, то это будет такой полупрозрачный получается. Нужно смешать с белым, тогда цвет получается интенсивный. Особенно, если вы рисуете поверх другого цвета. Так, рисуем полосочки. Полосочки можете ориентироваться по картинке, можете рисовать так, как вам хочется. Я вот обычно с этими полосочками сбиваюсь, где какая должна быть. Поэтому у меня получается так, как я хочу. Так рисуем. Так, здесь красненькая. Сначала прорисуем красный, потом зеленый. Ознета зеленого. Иしまя, и с ющples 2 выкладываются уже не. Кстати, если быть с ней. Так, здесь она жизнь. Почтите так, как я раньше какой-то видす schools. Почтите еще раз, так они же привет- organики. Хорошиеals. Продолжение следует... 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 дальше вот так я дорисую звезды прям вот как бы нарисовали такую снежиночку как будто бы и кисточкой вытянули уголочки так у нас получится звездочки их у нас на картинке три штуки нарисуем звездочки так здесь добавим точно также вот так вытянем и здесь одну штучку и белым айсингом проставим снежинки по фону и на шапочке у снеговика тоже на шляпе тоже снежинки у нас просто вот так точечки проставили так серым немножко пройдемся вот здесь то есть тут от снеговика падает тень такая серым так здесь я проведу вот такие линии то есть это как бы такие складочки на шарфике изгибы и с этой стороны здесь на морковке такие поставим черные полосочки так ну собственно все мне хочется еще добавить румянец снеговичку вот такой видите он сразу становится милой когда появляется румянец ну и вот здесь я чуть-чуть как бы высветлю чтобы переход был плавный просто белым красителем вот так пройдусь по снеговику все наш наш пряник готов вот достаточно простой и такой классный